Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Здравствуй, школа! В учебных учреждениях России прозвенели первые звонки. День знаний в Севастопольском социальном приюте для детей. Дорожный вопрос. Кто ответит за срыв с дачи развязки по улице Хрусталева? Первый звонок в новом учебном году в четверг прозвенел во всех российских школах. За знаниями отправились более 14 миллионов ребят, из которых около 2 миллионов первоклассники. В Севастополе за парты сели около 42 тысяч школьников. Первый раз в первый класс пошли более 4,5 тысяч ребят. Наши журналисты побывали на торжественной линейке во второй гимназии. Как встретили День знаний в учебном учреждении в репортаже Анастасии Синицы. Глаза слепаются, букеты перевешивают. Но гордости в этот день не скрыть. 1 сентября они главные герои торжества. Еще вчера о школе знали только по рассказам старших. А сегодня все по-настоящему. Впереди 11 лет учебы, контрольные работы и домашние задания. А пока первоклассники, взявшись за руки, отправляются на первую линейку. Я теперь буду первоклассникой, я гордюсь этим званием. Я буду учиться на одни пятерки и слушаться старших. У меня в школе будет очень много друзей и хороших учителя. Подарок от самых маленьких – стихи о школе. Искренние и трогательные слова. Обещание учиться на отлично, помогать учителям и родителям служить Отечеству. Я сегодня первоклассник. Это самый лучший праздник. В школе буду я учиться. Мама будет мой гордиться. Это все для жизни, для науки, для людей, для родной страны. Учиться мы должны не ради скуд. Мы прославить Родину должны. Родители волнуются, едва ли не больше, чем школьники. Словно сами идут первый раз в первый класс. Поправить воротник или галстук, завязать бант – почетная миссия мам и пап. Господи, думала, никогда не буду никого провожать в школу. Но сегодня сын пошел в первый класс. Безумно горда тем, что мы идем в нашу вторую гимназию, чудесную. Господи, чудесный праздник, куча эмоций, не могу сдержать слезы. Слез не сдерживают и те, для кого этот учебный год последний, а потому такой ценный и знаковый. Во второй гимназии 53 11-классника. Очень жалко расставаться со школой, потому что здесь за все 11 лет у меня появились самые верные друзья. И только привык вроде бы к учителям и понял их характер. И тут, получается, нужно уже уходить, готовиться к поступлению. Я понимаю, что через год моя жизнь полностью изменится, что меня ждут новые встречи, новая жизнь, новые друзья, новые знакомства. И я буду очень скучать по этому миру детства. Последний год школы – это как последний год детства. Учителей, школьников и родителей с Днем знаний поздравил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Илья Пономарев. У меня была своя личная линейка, мой первый класс, собственный. У меня двое старших детей. Уже один учится в четвертом классе, другой перешел во второй. И мне это очень знакомо и близко. Но я хочу сказать одну вещь, которая меня совершенно точно потрясла сегодня. Это как дети искренне пели гимн Севастополя. Вот такого я не видел ни в одном городе России. И вот он, долгожданный момент. Первый звонок. К первому сентября во вторую гимназию в кабинеты физики, математики, химии и биологии завезли современное учебно-лабораторное оборудование. Новой мебелью обеспечили порядка пяти аудиторий. В скором времени обновится внешний вид четырех классов начальной школы и кабинета ОБЖ. Для того, чтобы обеспечить качественное образование, мы должны были создать определенные комфортные условия для наших детей. Для этого и правительством Севастополя, и департаментом образования, и лично руководителями всех школ было очень много сделано. Во-первых, было закуплено оборудование учебное, компьютерное, учебно-лабораторное. Были выделены средства на косметические и текущие, и капитальные ремонты. Были закуплены учебные пособия. В этом году за парты второй гимназии сели 1170 ребят. Первоклассников из них 135. Это четыре класса. В каждом порядка 30 человек. Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. С Днем Знаний Севастопольцев поздравил временно исполняющий обязанности губернатора города. Дмитрий Овсянников отметил, это один из самых светлых и добрых праздников. Он одинаково дорог родителям, которые провожают детей в школы, училища и вузы, педагогам, открывшим новую страницу в своей профессиональной деятельности, школьникам и студентам, успевшим за лето соскучиться по своим товарищам и учителям. Радостное и взволнованное настроение в этот день у старшеклассников, выпускников, для которых новый учебный год станет периодом расставания с детством и выбором жизненного пути. Но главными героями сегодня, безусловно, являются первоклашки. Более 4,5 тысяч севастопольских ребят впервые сядут за школьные парты, которые откроют первый учебник и начнут увлекательное путешествие в мир знаний. Желаю всем родителям душевных сил и терпения, педагогам ярких интересных уроков и прилежных воспитанников, школьникам и студентам добросовестной учебы, радости и новых свершений. Знания – это ваши возможности в современном мире. От вас, ваших усилий и целеустремленности во владении ими зависит будущее нашей страны. Постарайтесь, чтобы все мы гордились вами. В добрый путь! Держать слово, хорошо учиться, а помогать воспитателям. Такую пиратскую клятву дали воспитанники Севастопольского социального приюта для детей на утреннике, посвященном Дню зданий. В этом году среди ребят, попавших в сложные жизненные ситуации, 17 школьников. Из них двое сели за парты впервые. Как складывается жизнь мальчишек и девчонок вне семьи, узнала Наталья Шульга. В этом году Катя пошла в шестой класс. У нее и старшего брата Дениса праздник двойной. Завтра домой их забирает папа. Спустя два месяца, пока дети находились в приюте, ситуация в семье разрешилась. Мы поругались с моими родителями. Папа уехал, и наша мама сказала, что видит нас не хочет, и мы сбежали с дома. Попали сюда, сказали, что с мамой мы жить не хотим. За 18 лет работы приюта сотни жизненных историй и десятки искалеченных судеб. Социальные учреждения принимают ребят в возрасте от 3 до 18 лет. Все они либо сироты, либо из неблагополучных семей. В основном доставляются нам органами полиции. Большая часть детей доставляется полицией. Есть статья самообращения. Родители имеют право прийти и написать заявление о том, что они попали в жизненную сложную ситуацию. Могут на какое-то определенное время написать заявление о помещении ребенка. И еще есть статья самообращения. Это ребенок может прийти сам в связи с какой-то ситуацией в семье насилия или еще что-либо. Здесь дети могут находиться неопределенное время до полного установления статуса. Для них приют – островок, на котором они ждут вердикт от социальных служб, органов опеки. Детский дом или семья, будь то родная или приемная. А пока нет родителей рядом, от воспитателя – добро и ласка, открытая душа и любовь. Особенно очень жалко маленьких детей. Маленьких, которые и ночью просыпаются, плачут, маму зовут. И днем тоже. И они все время ждут и ждут, когда звонит звонок у нас в дверях. То я вам даже не могу передать своего состояния, когда эти маленькие детки бегут к дверям, и каждый кричит, что к нему пришли. Его мама пришла. Поэтому, конечно, хочется, чтобы все дети были с мамой. Никакой детский дом. Никто не заменит ребенку мамой. Мама должна быть всегда. Пираты и фея знаний, игры и конкурсы, школьные принадлежности, форма, сладкие угощения и большой телевизор. А еще много всяких мелочей. Таких необходимых каждый день девчонкам и мальчишкам преподнесли к новому учебному году сотрудники фонда «Курсунь» и «Севастопольское облагочение». Чужих детей не бывает. Так считают неравнодушные севастопольцы и помогают не только в празднике. Мы поняли, что им нужно помогать всегда. Даже пусть это будет не что-то большое, не что-то глобальное. Даже какие-то маленькие радости, мороженое, пироженое, это нужно привозить хотя бы раз в неделю. То есть это может позволить сделать человек даже не очень богатый. Мы подготовили для деток подарки. Для тех, которые еще не идут в школу, это наборы красочек, кисточек, баночек для воды. Для школьников, первоклассников мы им собрали портфельчики подаримым. А уже для школьников, взрослых мы подготовили целые наборы. Это циркули, транспортиры, линейники, тетрадки. Слово, все то, что им понадобится в школе. Таким образом мы стараемся поддерживать каждого воспитанника приюта, оказать ему нужное внимание и поддержать непростые ситуации. Конечно же, постараться подарить им праздник, чтобы у каждого ребенка 1 сентября ассоциировалось с позитивными эмоциями и хорошим настроением. Приют – это крепость, дом, место, где всегда поймут и утешат, в то время, пока нет рядом родной семьи. Наталья Шульга, Александр Листопад, информационный канал Севастополя. В каждом учебном учреждении День знаний проходит по-своему. Региональная общественная организация «Мы севастопольцы» решила поздравить учащихся поселка Сахарная Головка с 1 сентября и подарить единственной школе данного населенного пункта полезные подарки. Они пригодятся ребятам на уроках и в спорте. Как прошло празднование начала учебного года в среднеобразовательной школе номер 17 в следующем сюжете. Они остались в садике Марины, Саши, Вадике. Они еще не слышали школьного звонка. С 1 сентября первоклашек и учеников школы номер 17, единственной в поселке Сахарная Головка, поздравила региональная общественная организация «Мы севастопольцы». Школе вручены подарки – техника и спортивный инвентарь. По мнению руководства организации, учебные заведения, удаленные от города, особенно нуждаются в дополнительном внимании и поддержке. И они ее получают в рамках реализации программы «Счастливое детство». Ежегодно мы выбираем какую-либо школу, посещаем ее, поздравляем первоклашек, поздравляем выпускником. Вот сегодня мы принимаем участие в торжественных мероприятиях в школе номер 17. Мы приехали сюда не просто так, мы приехали сюда с подарками. Мы подарили волейбольные мячи, баскетбольные мячи, компьютерную технику. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех учеников, всех учителей нашего города с таким замечательным праздником Днем Знаний. На должности директора среднеобразовательной школы номер 17 Татьяна Мещан с 1981 года, а это 35 лет. Но работать учителем русского языка и литературы Татьяна Ивановна пришла еще раньше, в 1972-м, как только 17-я школа распахнула двери в Страну Знаний. По итогам прошлого года все наши 11-классники успешно сдали ЕГЭ. Это, конечно, радует, потому что знания у них прочные. И в основном они поступили туда, куда хотели. Набор первоклассников в школе номер 17 впечатляет масштабами. Впервые за парту сядет 75 учеников, которые поделены на три класса. Всего в учебном заведении на сегодняшний день 539 учащихся. Тем не менее, 11-й класс в этом году выпускается только один. Мечты старшеклассников о будущей специальности разнообразны. Кто-то хочет стать летчиком, кто-то юристом, экономистом или бизнесменом. Хорошее чувство, веселое, настроение бодрячком. Да, когда стихи рассказывать немножко страшненько. Немного было неохотно приходить, все-таки лето отдыхали. Но пора учиться и в будущем пригодится. Грустно как бы это в последний раз. Такого больше не будет. Надо все запомнить. С особенным трепетом к первому сентября готовились первоклассники. Новая форма, новые друзья, новая жизнь. А еще первая учительница и непривычно ранний подъем. Тем временем опытные третьеклассники уже вовсю говорят о том, что осталось поучиться всего два месяца, а там и осенние каникулы не за горами. Тем не менее, ко дню знаний они готовились ответственно. Очень много всего накупили. Все про запас, очень много тетрадей, учебники получили. Напоследок нагулялась. Закупили одежду, почистили сумку, приготовились с позитивом и пошли. Готовилась, читала книжки, писала, считала. Ты любишь первое? Ну так себе. Только честно? Ну так себе. Мы раньше с девушкой нашли платье, но учительница сказала, что платье не надо для меня. А сказала, что надо вот такое, бантики вот эти и юбочка. Мне очень нравится первое сентября, потому что можно листики собирать сухие. А как ты думаешь, зачем дети учатся? Чтобы быть умным и когда будешь на работе, не ошибиться, когда тебе дадут деньги. Я чувствую, что я найду в себе новых друзей. 95 абитуриентов Государственного морского университета имени Федора Ушакова отныне курсанты. Посвящение прошло на плацу у здания учебного учреждения. Поздравления первокурсники принимали от родителей, представителей попечительского совета, духовенства города и руководства детской морской флотилии. Подробности в материале Сергея Краснослободцева. С гордостью нести знамя филиала Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова. Торжественная клятва ушаковца разносится над плацом филиала Государственного морского университета имени Ушакова в Севастополе. Родители полны гордости за своих детей. Новоиспеченные курсанты серьезны и полны решимости. Им предстоит учиться в лучшем морском университете России. Директор филиала Юрий Корнилов, обратившись к присутствующим с трибуны, отметил, что с этого момента курсанты не просто учащиеся университета, но и члены большой морской семьи. А мы постараемся сделать все, чтобы профессионализм наших сыновей и дочерей был на уровне мирового сантастина, как требует того наш университет имени адмирала Федора Федора Федоровича Ушакова. На торжественной церемонии присутствовал председатель попечительского совета филиала, председатель Верховного совета Крыма с 1998 по 2002 год Леонид Грач. Он был одним из тех, кто принимал активное участие в создании филиала Государственного морского университета имени Ушакова в Севастополе. Для меня дух, слава и все, что связано с морем, глубоко проникнуто еще, начиная с 1967 года, когда я прибыл на срочную службу служить в Севастополе. И то, что сегодня молодые ребята, и севастопольцы, и симферопольцы, из других городов и районов Крыма стали студентами института имени Ушакова, Ушаковской академии Новороссийской, это для меня большая радость и своеобразная годность. В ходе торжественного мероприятия директор морской библиотеки Леонид Щербаков подарил филиалу уникальное издание адмирал Ушаков. А от имени севастопольского благочиния Стефан Сламчинский преподнес в дар икону святого праведного воина Федора Ушакова. Сейчас у нас в преддверии событий, когда они сам лично, Федор Федорович, приходил к нам в город. И вот специально была просьба такая, чтобы именно образ осветить и передать именно отсюда. И вот мы так приняли решение, что 1 сентября как раз будет торжественная передача этого образа. Я надеюсь, что духовная покорительство, духовная помощь этого великого флотоводца, этого великого человека по своему делу, действительно великого человека скромного с внешней стороны и великого по своим делам и поступкам даст возможность нашим курсантам быть таковыми. Также к 1 сентября в филиале Государственного морского университета открыли штурманский отсек. Для курсантов здесь обновили и оснастили пять кабинетов. Это лаборатория физики, кабинеты истории флота российского, судовождения, навигации и современный лингофонный класс, который не имеет аналогов в Крыму. У нас, если видите, новое оборудование, и этот класс является уникальным. Почему? Потому что аналогов в Крыму нету. Здесь стоит особая программа, которая помогает как преподавателю, так и курсантам. Также мы открыли центр международного образования, который ведет подготовку по английскому языку. Это подготовка в трех направлениях. Деловой английский язык, разговорный английский язык и английский для преподавателей-предметников. Абсолютно любой человек, который хочет подтянуть деловой английский для бизнеса или это, возможно, преподаватели-предметники, как я вам сказала, абсолютно кто угодно. У нас очень хороший штат преподавателей, которые защитили Айлдса и являются высокодипломированными специалистами в этой области. В скором будущем для курсантов Севастопольского филиала Государственного морского университета откроют новый обновленный кабинет химии и экспериментальные лаборатории, имитирующие работу различных систем корабля. Сергей Краснослободцев, Делевир Меджитов, информационный канал Севастополя. И к другим темам. Аэропорту в Бельбеке быть. Севастопольский участок федеральной трассы Таврида пересмотрят. Таков итог встречи временно исполняющего обязанности губернатора города и заместителя председателя правительства России Дмитрия Казака. Совещание прошло в Москве. Накануне об этом Дмитрий Овсянников рассказал журналистам в четверг после заседания правительства. О том, когда будет сформирована новая структура исполнительной власти, расскажут мои коллеги. Дмитрий Овсянников в среду в Москве представил заместителю председателя правительства России Дмитрию Казаку свое видение развития гражданского сектора аэропорта Бельбек. Об этом в Рио губернатора сообщил журналистам, комментируя итоги встречи. Основной момент – аэропорту быть. А через два месяца Севастополь должен представить в правительство страны концепцию его развития. Не такой объем, как у Симферополя, но это полноценный все-таки гражданский сектор, на что было дано поручение до 1 ноября представить предложение по инвесторам, по финансовой модели, по концепции. Соответственно, движение по линии филиала Симферополя временно приостановлено до 1 ноября. Также Дмитрий Овсяников прокомментировал уведомление, которое получило правительство от транспортной компании, о том, что с сентября расторгается договор на эксплуатацию паромов, курсирующих между северной и южной сторонами. Перевозчик говорил о дотациях на компенсацию убытков или выкупе техники городом. В Рио губернатора заверил – паромы будут. Там, возможно, несколько действий. Первое – до 17-го числа движение будет осуществляться в том режиме, который сейчас происходит. Далее мы будем работать над увеличением объема перевозок силами ГУПа, который принадлежит Севастополю. Второе – мы обратились в правительство Российской Федерации с целью уменьшения обязательных требований по суммам страхования. То есть из-за чего возник вопрос – это необходимость перевозчикам осуществлять выплаты по страхованию пассажиров, которые они перевозят. Соответственно, если все эти выплаты произвести и включить в стоимость тарифа, она должна вырасти с 15 до 30 рублей за билет. Соответственно, у нас в этой ситуации несколько вариантов развития событий. Либо мы работаем над снижением этих требований, снижением этих выплат, либо мы увеличиваем альтернативные виды перевозок, либо мы покупаем эти паромы в собственность города Севастополь и, по сути дела, субсидируем перевозки. На заседании правительства в четверг принято решение о признании утратившим силу предыдущего распоряжения по определению проектировщика севастопольского участка федеральной трассы Таврида. Это еще один итог встречи в Рио-губернатора Дмитрия Овсяникова и Дмитрия Казака. Мы ограничены теми цифрами, которые были заложены в ФЦП еще в 2014 году, 5,1 миллиарда рублей. Вы знаете, что эта цифра в Республике Крым меняется с завидной регулярностью в сторону увеличения. Мы не так радикально ее увеличиваем. Мы попросили разрешить нам разместить заказ на проектирование участка, 15 километров из этой трассы, и дополнительно определить предельную стоимость всего проекта. Ориентировочно мы видим эту сумму порядка 11 миллиардов рублей. Сумму на участок 34 километра ватт называл 27 миллиардов рублей. Эта сумма нас не устраивает. Поэтому в этом смысле контракт по проектированию должен ответить, сколько будет стоить трасса. 6 сентября на пленарном заседании Законодательного собрания депутаты согласуют кандидатуры пяти заместителей губернатора, назначат нового главу контрольно-счетной палаты и изберут спикера местного парламента. Этому событию предшествовал проектно-аналитический семинар «Развитие Севастополя. Что необходимо сделать?» Два дня, с 27 по 28 августа, депутаты Законодательного собрания и члены правительства, а также эксперты Агентства стратегических инициатив Московской бизнес-школы Соколова обсуждали стратегию развития города. Все будущие и новые руководители выступали на этом мероприятии, сообщил Дмитрий Овсяников. Все кадровые решения, которые будут сделаны 6 числа, они будут сделаны на основании этого семинара. На этот семинар приглашены, как уже сказала Екатерина Борисовна, представители всех заинтересованных групп, депутаты Законодательного собрания, в силу ограниченного режима не все депутаты, а те, кто представил предложение по повестке развития города Севастополь. Анализировали ту ситуацию, которая у нас сложилась, определяли какие-то сложности и трудности, которые есть, которые, безусловно, нужно преодолевать для того, чтобы мы двинулись вперед. Это очень важно правильно проанализировать ситуацию. В следующий этап нам нужно было понять, вообще, какие пути решения, может быть, прорывные даже пути решения существуют. И очень важно иметь какие-то драйверы развития, то, что позволит Севастополь действительно шагнуть вперед. И в этом смысле, конечно, было очень интересно, поскольку та программа стратегического развития, которая у нас в свое время была два года назад, и которая легла в основу нашей партийной программы, с которой мы шли на выборы, в принципе, какие-то вещи очень перекликались. Сергей Краснослободцев, Анна Малышка, Александр Дементьев. Информационный канал Севастополя. Идею подписания межпарламентского соглашения между Госсоветом Республики Крым и Законодательным собранием Севастополя, которое обсуждалось с полицоветами накануне, в четверг прокомментировала исполняющие обязанности председателя Заксобрания Екатерина Алтабаева и в Рио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянников. Тем более, в условиях предвыборной кампании. «Единая Россия» аккумулирует силы для того, чтобы поднять свой трейдинг и достичь тех результатов, на которые рассчитывают. Но здесь есть некоторый акцент. Поскольку в том заявлении, которое было принято вчера на расширенном заседании двух политсоветов, речь шла о заключении межпарламентского соглашения, я так полагаю, что эта повестка дня предусматривалась, то, по меньшей мере, странно, что, обсуждая возможности межпарламентского соглашения, не приглашают официально или даже неофициально не извещают руководство Законодательного собрания города Севастополя. Я была крайне огорчена тем, что наши гости, я имею в виду наши соседи, руководители Республики Кремль, приехали, и мы не смогли их достойно встретить, поскольку я не была осведомлена о том, что у нас будут столь высокие гости. Это очень интересная ситуация, когда к тебе приезжают, а ты не знаешь, что к тебе приезжают. Не знаю, чья это недоработка, возможно, руководство нашего политсовета, но, тем не менее, я считаю, что это некорректная ситуация. И будущее наше межпарламентское соглашение, оно наверняка будет, потому что мы с соседями, мы, безусловно, близко общаемся и все сделаем для сближения наших позиций. Но начало организационное положено не совсем правильно. То, что происходит в партии, я оставлю все-таки на усмотрение своей партии. И если для партии заключение соглашения о взаимодействии между исполкомами, между фракциями в законодательных собраниях прибавляет дополнительную эффективность в работе, и в этой конфигурации я также готов работать. Хрусталевскую развязку в срок не сдали. Подрядчиков ждут штрафные санкции. Начальник управления капитального строительства, курирующий объект, уволен. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников озвучил кадровые решения за очередной срыв сдачи объекта. Дело близится к развязке. Речь о местном долгострое. Кольцо на пересечении улицы Хрусталева и Камышевского шоссе, где за четыре года сменилось несколько подрядчиков, три губернатора и даже две страны, еще никогда не было так близко к завершению. Однако чудо не произошло. В городе, пожалуй, больше нет развязок с такой затянувшейся предысторией с 2012 года. На объекте менялись фирмы-подрядчики, сроки окончания постоянно отодвигались, проект дорабатывался, стоимость увеличивалась, результата не было. В июле на стройке века побывал даже премьер-министр России Дмитрий Медведев. А 25 августа на заседании правительства в Рио губернатора пригрозил ответственным чиновникам увольнением, а подрядчикам занесением в черный список в случае, если дорогу опять не доделают. Возвращаемся к хрусталевской развязке. Что тут происходит? Никого нет. Срок 1 сентября наступает на следующей неделе. Можно пойти? 1 сентября мы будем сдавать хрусталевскую развязку. В субботу, в воскресенье третий слой будет укладываться асфальт. А единственная проблема у нас была с землей. Но вот сегодня решили уже эту проблему. Завозим землю и отсыпаем благоустройство. А так 1 сентября у нас как сроки стояли, так и стоят. Я каждый день туда выезжаю. Срок стоял до 1 августа. Устройпроект? Да, устройпроект. Выносите на заседание правительства выделение стройпроекта на 29 миллионов рублей нового участка хрусталева, камышева, это шоссе. У нас этот поставщик разве не попал еще на список? Этот не попал еще. Дело не в этом. Дело в том, что... Это один и тот же. Это один и тот же поставщик. Да, один и тот же. Срок по предыдущему контракту 1 августа. Закончился. Возникли... Дмитрий Владимирович, там возникли по хрусталевской развязке дополнительные объемы работ. Ничего там не возникло. Поставщик должен выполнять свои работы в срок. Этот контракт не будет подписан. Поэтому 1 сентября мы будем разговаривать по-другому с этим поставщиком и с должностными лицами. В анонсируемый час пик 1 сентября информационный канал Севастополя решил выяснить, есть ли развязка у этой затянувшейся истории. Строители считают, что справились. Аргументы – дорога с разметкой, вдоль которой уже стоят знаки. Однако невооруженным глазом видно – асфальт есть, благоустройства нет. Техника по-прежнему припаркована вдоль кольца. Рабочий красит перила. В том, что объект готов, нашу съемочную группу пытались убедить словами. Однако, согласитесь, обычно уговаривать в том, что именно так выглядит 100% готовности, нет необходимости. Обстановка плановая, развязка полностью сформирована. Лежит треской асфальт, нанесена разметка. Готовность объекта на данный момент 100%. Благоустройство территории закончено, не проведено до конца озеленение, но по распоряжению от 2015 года, то есть оно перенесено на более благоприятный срок. То есть мы приступим к озеленению после 15 сентября. Государственный заказчик не намерен принимать объект в таком виде, в котором пытался сдать его подрядчик. Эта развязка стала фатальной для начальника управления капитального строительства. Андрей Кожинов, курирующий местную стройку Века, лишился должности. Насколько я знаю, сегодня последний рабочий день у руководителя управления капитального строительства. Но это решение принято в силу того, что контракт не выполнен. Поэтому я не знаю, о чем вы говорите. И, наверное, горожане своими глазами наблюдают картину, что контракт не выполнен. Есть действия, связанные с теми опциями, которые заложены в контракте, это и штрафные санкции. Есть действия, связанные все-таки с максимальным движением подрядчика по исполнению своих обязательств. Поэтому будем стимулировать заказчика, исполнителя по этому контракту, выполнить в максимально сжатый срок. Если дойдет до разрыва контракта и привлечения нового исполнителя, может быть и так. Анастасия Шульга, Анна Малышко, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. К этому часу это все новости. А за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин